Транспортная доступность – один из главных показателей качества жизни в регионе. В Химках действует 95 маршрутов по перевозке пассажиров. Администрация городского округа ведет активную работу по улучшению ситуации на дорогах. Так, за первое полугодие 2019 года уже приняли ряд мер. Конечные автобусы номер 3 теперь у арены Химки. На маршрутах номер 14 и номер 1 пустили дополнительные автобусы. Время ожидания транспорта для жителей микрорайона 2Б. Комплексов 2 столицы и Солнечная система значительно сократится. По обращениям жителей и по предложениям рабочей группы, которая у нас создана при администрации, увеличили количество транспортных средств на маршруте номер 14, который у нас идет из микрорайона Солнечной системы ЖК 2 столицы до станции Химки. И здесь у нас увеличилось с трех машин малого класса до шести автобусов среднего класса. До конца года власти планируют улучшить транспортную доступность для жителей отдаленных микрорайонов округа. К началу учебного года в Ферсановке продлят маршрут номер 2. Также решают проблему с прямым транспортным сообщением для жителей микрорайона Левобережный. Два маршрута изменят таким образом, чтобы химчане могли быстрее добираться до станции метро Ховрина. А по трассе М11 планируют запустить маршрут для жителей комплексов 2 столицы и Солнечная система. Время в пути до московского метрополитена значительно сократится. Уже дали предложение в Министерство транспорта Московской области. Это было вынесено на Межведомственный координационный совет между Москвой и Московской областью. Есть положительные решения. Минтранс в ближайшие дни будет проводить обследование дорожных условий на предмет соответствия дорог регулярному автобусному сообщению. Изменения автобусных маршрутов приведут к появлению новых остановок. На улице Калинина обустроят два павильона напротив библиотеки и администрации городского округа. В микрорайоне Левобережный маршрут номер 344 будет делать остановку возле Сбербанка. По обращениям жителей власти муниципалитета планируют добавить остановочные павильоны в Новых Химках на улицах Мельникова и 9 мая. По улице Лавочкина на 10 маршруте тоже необходимо обустройство остановочных пунктов, так как они просто обозначены, нет ни заездного кармана, дорога там по одной полосе в одну сторону. Также администрация Химок работает над вопросом парковок. За счет аэропорта Шереметьево в городском округе профицит стоянок. Но парковочные места распределены неравномерно. Наиболее остро в новых местах нуждаются микрорайоны Левобережный и Новокуркино. Здесь уже введены подземные и плоскостные парковки почти на 300 машин. В планах до конца года ввести в эксплуатацию парковок еще на 2235 машин и мест во всех микрорайонах городского округа.